ну что все почти готово о привет мне тут многие писали куда пропал почему нет новых видео на самом деле я во первых заболел и пришел одну очень важную проблему я тут кое-что изобрел и я вам сейчас это покажу а теперь посмотрите на это знаете что это такое это портальная пушка я даже добыл портальную жидкость что между прочим в наше время не так-то просто сделать я еще пока я не испытывал немножко страшно я хочу отправиться в параллельная вселенную там уже изобрели вакцину от простуды нужно просто сделать инъекции все и ты здоров абсолютно полностью поэтому сейчас мы испытаем ну поехали а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень странные ощущения Субтитры сделал DimaTorzok 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 достаточно хорошо, потому что мопед не издает практически никакого шума, то есть никаких звуков посторонних не издает, что очень прикольное тоже. Но я люблю, когда прямоточный выход. Ну вот в горочку мы едем 60 километров в час. Ну не то, чтобы она прям большая, конечно. Вот Лёха пошел на Келонию. Я бы тоже пошел, но я не могу. У меня максималка все. Если честно, я думал, что там будет какая-то более, ну типа, помощнее электро. Ну как бы, я в принципе и на этом тоже интересно прокатиться, опыт получить. Кстати, тормоза здесь достаточно неплохие, я уже пару раз тормознул, мне понравилось. Приборка читается даже в солнечную погоду, то есть все прекрасно видно. А сейчас солнце, жара, вот 34 градуса, если вам видно, на приборке показано. Вот такой вот у него пилот. По-моему, 350 тысяч он стоит, который у Лёнячка. Я поправлю, вот на экране напишу сколько. А этот стоит, между прочим, 700. Да, 70, смотрите. Быстрее он, быстрее он едет. Ой, 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 что происходит? Если у вас есть совсем лишние 700 тысяч рублей, и вы хотите скутер, купите что-нибудь другое. Нечестно! О, как она рулится, остро. Прямо рулится очень остро. Прямо чуть-чуть ее заваливаешь, и она, короче, поворачивается. Прикольно. О, 71! На улице 34 градуса. В принципе, я такого и ожидал от электроскутера. Такого, ну, только не за такую, конечно, цену. Я не знаю, там Лёгчик показал. Ну, не за такие 700 тысяч рублей. За 700 тысяч, она должна ехать пободрее. А это реально, ну, это реально полтинник. По динамике даже похож. Ну, в пенинговом немножко полтинник. Так, ну-ка, пригнемся. Да, 71. Давай-давай, родной, 72. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай. 72. А, если честно, я думал, что она хотя бы там 100 с чем-то будет ехать, эта электричка. Не думал, что такая слабая. Она здесь 4 киловатта, это где-то сколько там? 6. Ну, короче, сколько с лошадей там. Интересно, здесь есть АБС? Нет. Походу, нету. Так, ну, да, нам бы вот потолкаться немножко по пробкам. Это было здорово. Посмотреть, как они себя ведут. Я понял, что максималка это не его. Он тяжелый. Капец, я пойду. Он чувствуется, он прям оттяжеленный. Попробуй, понаклоняй его. Хотя рулится он прям офигенно, прям остро очень рулится. Слушай, он тяжелый. Я тебе говорю, он капец тяжелый. Нажми на ножку. Какую? Он тяжелый. Я тебе про это и говорю. Он тяжелый. В осене едет. Мужичка не ест. Это, наверное, это если есть лишние 700 тысяч рублей, если хочешь скутер, не надо его покупать все равно. Там режимки расключаются. Сейчас на спорте. Там есть эко, есть пауэр. Сейчас на пауэре. У него топливо начинает бить. А, задний ход. У меня лампочка топлива загорела. А как включить пауэр? Эко. О, пауэр. Включение. Красота. Подвески у него жесткие. Прям жесткие-жесткие. Спортивные практически. Да. Вот даже на вот этих кочках прям пинается. Это тоже не очень хорошо, конечно. Но зато, опять же, похвалю управляемость его. Рулится просто великолепно. А еще я могу ездить по А. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Мне хорошо. Мне тут можно ездить. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Мне сказали, что технически это велосипед. Прикиньте, как круто. Я могу ехать по правому. Это, конечно, плюс большой. Но это, в принципе, на всех скутеров можно ехать по А. Здорово. Повторяюсь. Скутер за 700 тысяч рублей. Очень необычное ощущение, если честно. Прям необычно. Странно. Я думаю, что, конечно, к нему привыкнешь достаточно быстро. Мне напоминает звук троллейбуса. Ну, я думаю, что вряд ли будет слышно это. На камере. Мы Леху потеряли. Мы потеряли Леху. Аккуратно не сбить Ленчика. И меня тоже не сбить. Потому что его вообще не слышно. Скутер не издает никаких вообще звуков. Я только, наверное, громче говорю, чем... Человек-троллейбус я. Мотоботы. С Вальвы. Для России этот скутер, по крайней мере, сейчас, он вообще не будет актуальным и интересным. За счет того, что он очень дорогой. Ну, очень. Ну, 700 тысяч. Если бы он стоил хотя бы 1150, тогда, наверное, было бы эта штука интересно. Ну, за 700 у нас никто не готов будет, наверное, его покупать. Будет, наверное, несколько человек, кто его купит. Ну, очень мало. Тот, у кого-то много денег и так далее. Плюс запас хода, я так понимаю, что здесь достаточно маленький. Потому что я не помню, сколько мы проехали. Но я потом посмотрю, сколько, примерно, по камере. Напишу, вот где. Ну, пораж потом скажу еще. А уже потратили больше 20% энергии. Но ощущение интересное. То есть такое странное и интересное. Как какой-то космолет какой-то. Интересно, а есть ли у него рекуперация? Наверное, до заправки осталось 63 километра. Ну, то есть, у него запас хода совсем скромный. То есть, наверное, сотню. Так, ты либо ускоряешься, либо тормози. Алексей. Особенность электродвигателей в том, что у них весь крутящий момент доступен в нуля. Я ездил на Nissan Leaf электрическом. И он очень классно ускоряется на любой скорости. То есть, нажимаешь газ, и он такой пуляет. А здесь, здесь либо из-за маленькой мощности двигателя, либо здесь реализован какой-то все равно редуктор-вариатор. Здесь такого нет. Здесь как на ДВСе. Ну, как-то странно он ей. Непонятно. И еще это исключительно мои сугубо личные ощущения. Так что... Да, само собой, электротранспорт, это транспорт будущего. Само собой. Когда-нибудь мы все будем ездить на электротехнике. Так же, как раньше, когда все ездили на лошадях, народ не мог себе позволить ДВСную технику, потому что это было очень дорого, дорого эксплуатации и так далее. Но со временем технологии развились, ДВСы стали доступны, машины, мотоциклы получили огромное распространение. И сейчас, в данный момент времени, да, у всех практически ДВС. То есть, никто на лошадях не ездит. Лошади могут позволить... Лошади могут позволить себе только богатые люди, состоятельные. Так же и в будущем. Все будут ездить на электротранспорте, а вот ДВС могут позволить себе только... Только те люди, у которых будут деньги. Ну, богатые. Поэтому рано или поздно мы все равно все перейдем на электротранспорт. Это ясно как день. Ой, как же скучно на нем ехать, если честно. Вибраций нет абсолютно никаких. Я только сейчас обратил на это внимание. Чувствуется только вибрация от дороги. Когда по камушкам вот так едешь, а непосредственно вибраций двигателя абсолютно нет. Вот это прикол. Ну да, откуда здесь взяться им? Ну, хотя, может быть, вибрация еще от колес, если они плохо отбалансированы. 35 градусов на улице. Отлично. А у меня батарейка включается 67%. То есть я потратил уже 33% батарейки за это. О! Ниссан Лив. Я как раз про него рассказывал. За эту покатушку. А мы ехали-то всего чуть-чуть. Вот как-то тут места много. Я на Джорнике привык. Типа, там одно сидение. А тут, вот я подвинулся далеко, тут еще место спереди. То есть вдвоем на нем ездить вообще наверх. Лимит... Что такое? Лимитейшн. Что такое лимитейшн? У меня загорелось табло какое-то. Лимитейшн. Он бросил скорость до 52. На Power 50 теперь только едем. Быстрее он не разгоняется. Да, вот летчик показывает, как мне надо ехать. О, пошел. А, это летчик стал тормозить. Похоже, у него батарейка подсела чуть-чуть. То есть там все 64%. И он типа скорость максимальную ограничил уже. На такую скорость меня сейчас очень где-нибудь собьет кто-то. 71. Сейчас нормально разогнался. Непонятно, короче. А Декстур где-то здесь должен быть, по-моему, у нас. Тормозим, тормозим. Сейчас подожди. Я жопам сдам. А у тебя задний ход есть. В итоге. Проехали мы сколько? 40% батарейки потратили за это время. До зарядки осталось 41 километр. Так, что в итоге хочется о нем сказать. Я думал, что будет он, конечно, пободрее. Исходя из моего опыта использования электромобилей. Я один раз прокатился на Nissan Leaf. Здесь едет он как-то странно. Не скажу, что мне не понравилось. Было интересно. Но себе бы такой скутер я бы не купил. Потому что, во-первых, это очень дорогая техника. Просто нереально для ее класса. И динамика, конечно, оставляет ждать лучшего. 70 километров в час. 72, то, что я разогнался. Это такое себе. Это очень... Очень мало. Хотелось бы гораздо быстрее. Из плюсов достаточно хорошие тормоза. Управляемость отличная у него. Прямо очень хорошо, резко управляется. Также я только под конец заметил, что нет никаких вибраций. Ну, естественно, потому что электродвигателей у него и вибраций из-за этого нет. Приборка очень хорошо читается, даже на солнце. Прямо видно очень хорошо. Я даже был удивлен, потому что читал много отзывов, что на разных мотоциклах она просто плохо читается на солнце. Здесь такого нет. Так, на этом, наверное, пожалуй, плюс его заканчивается. Минусы что? Невероятно дорогой. Фиговая динамика. Низкая максимальная скорость. И маленький запас хода. Пока мы катались, батарея села на 40%. И сейчас на обратном пути он уже ограничил максималку. То есть я ехал где-то 70, он написал на экране limited и сбросил до 50. Хотя это режим был повар спортивный. Что еще про него сказать? Да фиг его знает. В общем, вот такой интересный пепелац. Опыт был интересный. Мне в целом понравился. Но себе бы я такой точно не купил. Подвеска у него очень жесткая. Суденье жестковато. Под жопу даже на практически маленьких кочках ловишь пинок под задницу. Я это тоже почувствовал на том. Подвеска жесткая. И снова здравствуйте. Здрасте. По час прошел. Как она? Интересный опыт. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok